Детская библиотека номер 9 округа «Майская горка» представляет Солнечные птицы. Факты о журавлях. Необычный международный праздник «Всемирный день журавля» отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Семейство журавлиных – одно из самых древних. Они обитали на Земле еще в период окончания эры динозавров, около 60 миллионов лет назад. С древнейших времен люди относились к журавлям с чувством особенного трепета. У представителей разных культур и народов журавль всегда занимал почетное место священной птицы, приближенной к Богу и духовному миру. Журавли были значимыми птицами практически повсеместно. Их знали, уважали, многие народы поклонялись. Правда, служили они нередко и охотничьей добычей. Земледельцы, остановившиеся на отдых перелетные стаи, прогоняли с полей, поскольку журавли поедали зерно и всходы. В древнем Египте журавля называли птицей солнца. Египтяне считали этих птиц посланниками высших сил. Убийство журавля каралось смертной казнью. В древней Греции журавль был священной птицей Бога Солнца. Считалось, что очертания летящего в небе журавлиного клина послужили основой для греческого алфавита. У римлян журавли ассоциировались с лучшими человеческими качествами – верностью, рассудительностью, добротой, отзывчивостью, дружелюбием. Если верить старинным восточным поверьям, души людей после смерти превращаются в птиц. На Кавказе есть легенда, что воины, павшие на поле битвы, превращаются в журавлей. В странах Востока, например, в китайских мифологических сюжетах, журавли выступали как посредники между земным и потусторонним мирами. Раньше верили, что они сопутствуют ангелам и душам умерших. В японской культуре журавль – символ долголетия и благополучной жизни. В китайской – символ вечной жизни. Китайцы считали, что боги посылают журавлей на землю с определенными поручениями. По славянским поверьям, журавли тоже являлись посланниками божьими. Верили, что по осени журавли уносят в нездешний мир души усопших, а весной сопровождают души младенцев, которым вскоре суждено родиться. Существует мнение, что прообраз сказочной жарптицы никто иной, как журавль. Природ журавлей в период весеннего равноденствия связывали с зарождением нового солнца и рилы. Поэтому журавль был образом солнечного божества. А в сказках журавль превратился в жарптицу. Недаром слово «жиравый», несущее в себе понятие «раскаленной жарки», созвучно с названием этих птиц. По отлету и прилету журавлей судили о приближении зимы и весны. Весной, едва заслышав долгожданное курлыканье, все жители деревни выходили и обращались к птицам с просьбами о плодородии, здоровье, благополучии в семье. Осенью жители деревень порой долго бежали во след с журавлиному клину и кричали «колесом дорога», чтобы птицы вернулись с весной домой. Считали, что так можно задержать улетающих журавлей, а вместе с ними и наступление заморозков. На Руси всегда считалось хорошей приметой неожиданно увидеть в небе летящего журавля. Верили, что если журавли присядут отдохнуть на поле, то смело можно ожидать от него богатого урожая. Отлет журавлей на юг представляет собой интересное зрелище. Стая неожиданно взлетает, начинает кружиться, издавая курлыканье. Подниматься на потоках воздуха все выше и выше, выстраиваться в клин, пока совсем не скроется в небе. Журавль – одна из самых высоко летающих птиц. Журавли учатся держаться на лету правильным строем треугольником или клином. Первым в треугольнике летит самый сильный старый журав. Когда он устает, то переходит в хвост отряда, а его место занимает другой, со свежими силами. Кто сильнее впереди, послабее сзади. У христиан журавли – символ послушания и смирения. Убийство журавля почиталось за большой грех. Верили, что вскоре согрешившего человека и его семью постигнут несчастье. На летящих птиц запрещали указывать пальцем, потому что от этого, по поверью, они могут заблудиться. В старину люди, зная места обитания журавлей, старались не беспокоить их. Птица бросает гнездо при приближении людей, не возвращается к насиживанию, и птенцы гибнут. Оказывается, журавли на Руси были еще и домашней птицей. В неволе журавль обнаруживает большую привязанность к человеку, а также значительное развитие умственных способностей. В курятниках журавли следят за порядком, разнимают дерущихся птиц. Они пасут также скот, не хуже овчарки, защищают веренное им стадо против неприятелей. Журавли относятся к числу редких птиц, выбирающих себе постоянного партнера. В 2-3 года журавли образуют пары на всю жизнь. Менять партнера они могут лишь в единственном случае, после гибели первого избранника. В мире всего опитает около 15 видов журавлей. В России живут 7 видов журавлей. Серый журавль, журавль-красавка, стерх или белый журавль, японский, даурский, черный, канадский журавли. Почти все они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чаще всего в России встречаются серые журавли. Это перелетные птицы. Они пролетают огромные расстояния от мест гнездовий до мест зимовки и обратно. И, конечно, устают. Поэтому перед отлетом в большом количестве собираются в безопасных местах и отдыхают, набираясь сил. Такими безопасными местами могут быть острова, песчаные косы, глухие болота. Журавли гнездятся в болотистой местности. Но иногда гнездо журавля можно увидеть рядом с засеянными полями. Кладку насиживают оба родителя, меняя друг друга. Люди давно заметили, что плоды герани похожи на длинный нос журавля. Русское название герань произошло от греческого геранос, что в переводе – журавль. Журавлинный танец – одно из самых величайших чудес природы. Репертуар танцев несложен. Прыжки, чередующиеся с пробежками. Крылья при этом полуразвернуты. Танец исполняется в любое время года и отражает хорошее состояние птицы. Журавль – герой сказок и сказаний. Как правило, это положительный герой, наделенный умом. Об этой птице слагали легенды. Журавлю посвящены стихи и песни. Образ Родины неразрывно связан с белоствольными березками и с пролетающими над ней журавлями. Численность журавля сокращается. Вырубаются леса, осушаются болота, где живут эти птицы, браконьеры и хищные звери и много других факторов наносят урон популяции птиц. И сегодня ученые и неравнодушные люди проводят работу по спасению и восстановлению редких видов журавлей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok